Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о разных видах золы, которую можно использовать в саду и огороде. Когда мы говорим зола, чаще всего мы подразумеваем древесную золу. Золу от сжигания дров, древесных дров. Она является самой распространенной золой, которая используется на участке. Достаточно хорошо уже все знают, и у нас есть несколько выпусков об этом на канале Процветок, что зола является щелочным известковым удобрением. Она содержит значительное количество кальция и нейтрализует избыточную кислотность почвы. Кроме того, она содержит и калий в виде карбоната. Поэтому она также благодаря этому подщелачивает почву и обогащает ее калием. Количество вносимой древесной золы должно быть не более полукилограмма на квадратный метр. Ее лучше всего не переборщить. Почему? Особенно на посадках картофеля. Дело в том, что картофель, выращиваемый на почве с слишком богатой кальцием и известковыми материалами, очень склонен к заболеванию паршой. Именно поэтому часто можно услышать жалобы, что внес золу, внес доломитку, внес мел, внес известь, и вся картошка паршивая, вся заболела. Так оно и есть. В этом случае нужно помнить, что не стоит ни опудривать картофель золой, ни подкладывать горсть золы под картофелину при посадке. Это вредный прием, за исключением случаев, когда вы выращиваете ее на кислой торфяной почве. Существует много способов использования древесной золы, не связанных с непосредственно нейтрализацией излишней кислотности почвы. Например, опудривание древесной золой по мокрым листочкам, по влажным листочкам капустных растений, таких как редис, редька, репа, капуста и другие, спасает эти растения от нашествия листобложки. Было замечено, что листобложка очень не любит опудренные, такие вот грязные листья. Еще более эффективен этот способ, когда зола пополам смешивается с табачной пылью. Но помните, что опудривать надо именно по влажным листьям, чтобы вот эта пыль пристала к листьям и создавала дискомфорт для листобложек. Древесная зола может также использоваться в виде растворов для быстрых кальциевых подкормок. Некоторое количество известковых материалов, известковых веществ, особенно и свежие золы, потому что уже постоявшая, царевшая зола, в ней очень много мела, он, можно сказать, не растворяется в воде, и толку немного для обеспечения растений кальцием. Так вот, если зола свежая, то ее можно вымешать, несколько горстей золы вымешать в ведре воды и пролить такие растения, как капуста, кабачок и, конечно же, томат с целью профилактики кальциевой недостаточности. Есть и другие виды золы, которые очень близки к древесной золе, а именно зола от сжигания торфа брикета, зола от сжигания бумаги. Оба эти типа золы очень близки к древесной золе и могут использоваться точно таким же образом. Только при использовании золы от сжигания бумаги нужно помнить, что если вы сжигаете бумагу с какими-то полимерными покрытиями, но это может быть ламинированный картон, например, или еще нечто подобное. Но не стоит все-таки в этом случае использовать эту золу для удобрения растений. Выбросьте ее просто с общим мусором, пусть ее завезут на свалку или куда-то за пределы участка. Во всех остальных случаях, даже если там имеются какие-то краски, на сегодняшний день это после сжигания уже является безопасным. Свинца там нет. Есть еще один тип золы. Это зола от сжигания угля, каменного угля, как правило, бурого угля. Она абсолютно другая, она очень сильно отличается от древесной и родственных типов золы. Самым главным отличием угольной такой золы является то, что она содержит значительное количество сульфатов, древесной карбонатов, а угольная сульфатов. Сульфаты золы придают ей кислую реакцию. В этой связи угольную золу от сжигания каменного угля следует использовать на почвах излишне щелочных, либо на картофельных полях, где бушует парша. Как раз если у вас завелась парша в огороде, вам необходимо вносить туда именно этот тип золы. Ну и на меловых, излишне щелочных почвах также стоит вносить именно эту золу. Кроме того, такая зола содержит значительное количество силикатов. В одном из выпусков мы говорили, как важны силикаты для растений. Поэтому, если у вас есть такая зола, ни в коем случае ее не выбрасывайте. Используйте ее для огорода. Как правило, один стакан золы от сжигания каменного угля является хорошей дозой на один квадратный метр для коррекции кислотности почвы в кислую сторону, а также для обеспечения растений хорошими соединениями кремния, то есть силикатами. Поэтому и та, и другая зола являются ценами для нашего огорода. Не выбрасывайте, а используйте правильно и по назначению. В завершении нашего ролика, для тех, кто досмотрел нас до конца, приоткрою интригу. Вот тут у меня есть два стаканчика. Это моя такая домашняя гидропоника. Я вот так в это зимнее время выращиваю салаты. Удают, вот сейчас самое начало роста этих салатиков, а потом они вырастают в хорошие, красивые, полноценные растения. Как это сделать дома, буквально на подоконнике, буквально у каждого, я обязательно расскажу в наших выпусках. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе дел. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!